И главной сельскохозяйственной компанией «Лето» вес общереспубликанского каравая на это утро превысил 7 миллионов 400 тысяч тонн. На зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 90% площадей. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Здесь обработано почти 98%. В Витебской – 84%, в Гомельской – свыше 94%. Почти такой же результат в Гродненском регионе. К 91% приближаются в Могилевской области. И более 94% в Минском. Как видим, жатва близится к завершению довольной аграрией и урожайностью. Средний показатель составляет 37 центнеров с гектара. В Беларуси уже ведется уборка проса и гречихи. В полку курсантов прибыло. Новобранцы военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси. В этом году первокурсниками главного военного вуза страны стали более 500 человек. Каждый из них на плацу академии поклялся перед лицом своих родных, наставников и всех беларусов защищать нашу страну. Среди вновь прибывших курсантов немало девушек. К слову, в этом году значительно увеличили перечень специальностей, на которые набирали представительниц прекрасного пола. Это была, во-первых, с самого моего детства мечта. Я брала пример с моих родителей. Они тоже в свое время выбрали службу родине. И это для меня как честь. Я выбрала факультет связи и автоматизированных систем управления. Мне эта профессия нравится тем, что ты работаешь с электроникой. Ты, ну как сказать, это больше профессия для девушек. Не то, чтобы бегать по полигонам, вот это вот все. Мы набрали необходимое количество абитуриентов и с 1 сентября начнем готовить высококлассных специалистов, офицеров, патриотов. Они все выбрали эту профессию, несмотря ни на что. Сознательно поступили в военную академию, прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковой подготовки. Выдержали это небольшое испытание. По завершению торжественного ритуала курсанты смогли пообщаться с родными и близкими. И эта встреча сегодня продолжится вне расположения академии. Будущие офицеры получили свою первую суточную увольнительную. Свой 102-й день рождения сегодня отмечает участник Великой Отечественной, почетный гражданин Минской области Александр Иванович Слобода. Конечно, по этому случаю уже с утра они смолкают телефонные звонки, а в доме то и дело встречают гостей. Уже по традиции с праздником орденоносца Александра Слободу поздравляет губернатор Минщина Александр Турчин. Глава Минского региона часто навещает легендарного соотечественника и не только, чтобы поздравить с важными датами, высказать слова благодарности за подвиг и пожелать крепкого здоровья, но и оказать необходимую помощь. Герой социалистического труда Александр Слобода за отвагу и преданность Родине награжден шестью орденами и имеет более 20 медалей. В годы войны участвовал в сражении на Буйническом поле, в обороне Могилева, Смоленска, Москвы, был активным участником партизанского движения. Молдова отмечает 31 день независимости. С национальным праздником народ поздравил Александра Лукашенко. За годы суверенитета Молдова и Беларусь многого достигли в развитии двусторонних отношений, основу которых всегда составляли уважение и взаимовыгодное партнерство, отметил глава государства. Убежден, в условиях нарастания напряженности в европейском регионе укрепление экономических и культурных связей позволит сохранить традиции добрососедства и дружественной поддержки, подчеркнул президент. Искренне надеюсь, что белорусско-молдавское сотрудничество, имеющее многосторонний характер и полностью отвечающий интересам двух народов, продолжится и принесет ощутимую обоюдную пользу. По традиции, в честь праздника сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Кульминацией станет парад военных оркестров на главной площади страны и выступления любимых артистов. Европейцы готовят сани летом. В ряде стран вырос спрос на обогреватели и электроодеяла. В рекордную жару их продажи обогнали даже бассейны и пляжные зонтики. Небывалый спрос связан с обещанным ростом цен на электроэнергию уже предстоящей зимой. Так, в Германии продали 600 тысяч обогревателей, а в Британии разлетелось в 13 раз больше одеял с подогревом, чем за весь прошлый год. Рука помощи США вновь протянулась в Украину. Пентагон потратит более 180 миллионов долларов на военпомощь, а именно на закупку зенитных комплексов «Земля-воздух» для Киева. Их будут производить в штате Массачусетс и закончить планируют к концу августа 2024 года. Напомню, при президенте Байдене Белый дом поставил Украине вооружение, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму более 10 миллиардов долларов. Наводнения в Пакистане унесли жизни почти тысячи человек. Более трети из них – дети. Разрушено порядка полумиллиона жилых домов. Буквально смыты дороги, мосты и электростанции. На юге страны под водой оказались целые районы. Муссонные дожди продолжаются в стране с середины июня. Власти справедливо назвали это стихийное бедствие самой страшной гуманитарной катастрофой десятилетия. В Пакистане объявлена чрезвычайная ситуация. Опасный груз обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска Козловича. Польский перевозчик уверял, что везет в Беларусь фольгу и крепежи. Однако за обшивкой полуприцепа оказались еще и порядка 160 килограммов гашиша. Это более 320 тысяч доз. Как стало известно, канал поставки наркотиков был организован белорусами и жителями стран Евросоюза. Задержаны четверо подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что имеются нехарактерные вложения за передней стенкой рефрижератора. В ходе дальнейшего досмотра оттуда были извлечены 186 брикетов с веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что это опасное наркотическое средство – гашиш. Если говорить о стоимости такой партии на черном рынке, она составляет более 5 миллионов долларов. Белорусские таможенники отмечают рост подобных преступлений. Только с начала этого года в нашей стране выявлено порядка 250 фактов перемещения наркотиков и психотропов. Витебская область становится популярным маршрутом среди российских туристов. Северный край входит в тройку лидеров после Минска и столичного региона. Привлекают гостей не только древняя история и красоты Придвинского края. Едут ради познавательного и активного отдыха. Ну и, конечно, за дешевым шоппингом и качественными продуктами. Специалисты отмечают темп роста Туруслуг. За первое полугодие он составляет 185 процентов. А выручка оценивается в 6,5 миллионов долларов. Регион почти вышел на то количество гостей, которых принимал в доковидные времена. Мы уже посмотрели очень многое. Мы побывали в удивительном небольшом, но таком уютном и теплом городе Орша. И убедились, что отношение к памятникам культуры, к историческим памятникам очень внимательное. Есть туристы, которые только открывают для себя Беларусь. Им интересны основные знаковые, топовые места, которые они знают. А есть туристы, такие как гурманы, которые в Витебске были, в Половске были. А дайте нам глубинку. А тут и Моссор, тут и Браслов, тут и другие какие-то интересные места. Значительный интерес к нашей стране вырос и благодаря действующему безвизу для граждан Латвии, Литвы и Польши. В середине апреля Беларусь посетили более 200 тысяч человек. Каждый третий стал гостем Витебской области. Бесплатные аттракционы, праздник с подарками и развлечениями. В Лиде прошло посвящение в первоклассники для детей сотрудников органов внутренних дел Гродненской области. На входе в парк маленьким гостям раздавали специальные значки и шарики разных цветов. Приглашали к центральной площадке с импровизированной сценой. На аллеях парка гуляли ростовые куклы, которые с удовольствием общались и фотографировались с героями дня. Не обошлось без приятных подарков. Каждому ребенку вручили свидетельства первоклассника и памятные сувениры. Деткам вручены свидетельства первоклассника, памятные подарки, в том числе организационно-культурную программу. В рамках которой сотрудники госинспекции еще раз напомнят детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и быть внимательны на уличной дорожной сети. Что же хотелось бы пожелать нашим первоклассникам? Это все лишь уверенности, успехов в завтрашние дни. Ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, а всегда идти только вперед. Ну, а родителям традиционно терпение, терпение и еще раз терпение. Такой праздник проходит впервые. В Беларуси восторженные ребята обещали учиться на отлично, чтобы родители, которые служат в милиции, гордились, как и дети ими. Гаденовский крест продолжит путешествие по Беларуси. Поклониться уникальной святыне верующие смогут до 8 ноября. Копию знаменитого своей чудотворной силой креста из России привезли в Минск накануне по случаю масштабного празднования 1030-летия православия на белорусских землях. Кульминацией торжеств стало богослужение у стен Святодухова Кафедрального собора. Литургию приурочили ко дню Минской иконы Божьей Матери. Одновременно в столице встречали Всебелорусский крестный ход. Участники молитвенного шествия за 8 дней преодолели 250 километров от Жировического монастыря. Во-первых, это потребность души и сердца. Рада в том, что ты преодолел себя в первую очередь. Весь период 1030-летия он отмечен какими-то особыми знаками явления Божьей милости на нашем народе. Мы являлись иконами, были прославлены многие святые, мощи святых обретались. И все это вдохновляло, помогало нашим благочестивым предкам идти по жизни правильно, богоугодно. И мы видим многих святых, которые явили образец высокой духовно-нравственной жизни. Но жизнь здесь продолжается, и нам надо продолжать дело наших благочестивых предков. Идти правильно, богоугодно, достойно по нашей белорусской земле, любить ее и приносить добрые плоды Богу. Гаденовскому кресту больше 600 лет. С верой в его целительную силу приложиться к нему устремляется множество паломников. До конца августа святыня пробудет в Минском храме всех скорбящих радость и далее побывает еще в восьми белорусских епархиях.